так тренировочка сделано пора идти будет 6650 ты кто ко мне пришел тут уже няша у меня прячется тебе взять надо яблочек да махери пожалуйста тоже дела бы проводить эту разобираться от ее приходила что-то вчера задержался у нее да да так он слишком рано в школу собрался так что еще есть время почитать что за книжку то взяла расскажи у меня это что-то в тайнеробортурия Играет музыка Играет музыка У нас тут самый разгар, можно сказать, предрождественских дней. А вот эта гирлянда, которая у нас тут перестала работать, Андрей достал все свои привет минималисты запасы. Не придет минималисты, а шахмат минималисты обидел, а у трава дочек запасила. В общем, тестером проверили, и вроде как проблема в этой вот китайской вилочке. Проблема на нашей стороне. Да. Любимый. Как я люблю лексику. Это моя самая любимая жанра домашних дел. Тут сантехнику ненавижу. Подожди, может быть, это ты сломал нашу гирлянду. Да, я пироман. Слушай, я думаю, что она... Оторвет провод китайский. Я думаю, что она оторвет провод, конечно. Смотришь ты. Ну, давай хотя бы помиримся. Нет, ты вот, наверное, сюда снимай. Как всегда, это художественный беспорядок при работе с лексикой. Ну, вот явно пробивается уже, видишь? Да, то есть дело вилки было. Проблема была в самой вилке. Поскольку мы переделываем на очень рабоче-крестьянскую вилку, она немножко не предназначена для такого. Я очень боюсь, что ее можно, ну, как бы ее будет легко вырвать. Поэтому мы сейчас сделаем... В смысле провод из вилки вырвать? Ну да, потому что он не прижмется, естественно. Он не рассчитан на такой размер проволя. Мы сейчас ее здесь завяжем немножко, чтобы она... Чтобы нельзя было ее дернуть и вырвать. Ну, и что с фокусом? Ну, вот так вот iPhone просто берет и переключает из камеры на камеру. Ну, какого фига? То вроде сфокусировался и нормально стал показывать. А потом оп, и ушел в какой-то непонятный режим. Не видно, не видно. Мне самому не видно, честно говоря, детка. Я хотел рассказать, что все считают, что в розетке-то обе контакты одинаковые, да? Можно и как угодно приваривать, в смысле и... И втыкать. Да, так вот я в Голландии впервые встретил прибор, который умел выдавать ошибку. Переверните вилку в розетке. Потому что на самом деле там не два одинаковых контакта. Там, если у вас 220, там нейтраль и фаза. И вот этому прибору нужно было, чтобы у него фаза была на нужном месте. Это был наш котел на предыдущей, газовый котел на предыдущей квартире. Потом мы его поменяли? Это был новый котел или старый котел? Я не помню, который из котлов это был, но... Возможно, этот котел, который сейчас у нас капризничает и не всегда хотел работать. Возможно, надо было просто вилочку переткнуть. Нет, он выдавал специальную ошибку. Я ее нагуглил. Сначала я думал, что что-то со мной не так. Но потом я немножко пораскинул мозгами и понял, что действительно удивительно, что другие приборы никогда не требуют от тебя ничего в этом смысле. Что, детка, мы... Ты готова посидеть немножко без света? Так, не кратнула, но и гирлянда не заработала. Не кратнула. Видимо, не зажался провод. Видимо, я не экономил на вилках. А? Видимо, я не экономил на вилках. В смысле? Совсем рабочий христианский. Да? Кто-то в магазине покупал уже в секунде. Ура! Работает! Спасибо. Я уже все пропустила. Улыбаемся и машем. Теперь остается только заехать. Я совсем не устал. Никто меня совсем не загоняла. Я бегу легко. Ой, там самолетик. Где-то. Да, это наше. Ее надо наполнить. Так. И вот на две. Нет. Подожди, нет. Что? А, это чья? Ладно, не важно, короче. Слушай, вот это местное, наверное. А? Да, это местное. Вот это мы привезли. Давай. Короче, 32 яйца нам надо. Потому что больше в сумку не влезет. А 32 это... Андрей весь в светящихся всяких штуках. Велосипед тоже в светящихся штуках. Мы маленькая новогодняя елочка. Да. Все, поехали. Побежали. Так, мы во время пробежки забежали в секонд. Я недавно вытащила, изгнала утюг из нашей спальни. Потом некоторое время он жил в ванной. Недавно мы его перетащили под лестницу. Хочу, чтобы Андрей там прикрутил такое вот крепление. Собиралась купить утюг. А тут проходили мимо секонда. И вот за 2.25 купили. Так, потом еще... Это, конечно, очень дорого для воронки. Ну, ладно. Так и быть. Гордей все время плачет. И говорит, что ему неудобно готовить. Просила купить воронку. Я решила взять дело в свои руки и купить такую, которая не будет меня раздражать визуально. Ну, красота же. Тот человек, который поставил вот эту тарелку, которая завалила вот эти тарелки одна на другую, ответственную вот за это, надо ставить так, чтобы тарелки все стояли параллельно и не наваливались. Тогда они хорошо промываются. Вот это тоже плохо. Если вот здесь, допустим, было что-то грязное, то оно не отмылось. Да, что? Папа принес еду. Папа принес там еду. И семечку поедал в стиль. Так, там еще одна красоточка дрыхнет. Продолжение следует... На сентер-класс главное не подарок, а то, как его запакуешь. Вот Кира тут Эвану помогает делать упаковку для подарка. Сам подарок уже внутри. Спасибо. А что ты меня обнимаешь? Обнимай, Кирилля. Так, ты мячик написала? Да. Там у нас целое футбольное поле с мячиком, с фольги. Ну, а это типа крыша стадиона. Так, Кира мне говорит, что надо снять со всех сторон. Это его место от удара мечом. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если вам интересно, как Вика так вот справляется с домашним хозяйством, то вы можете посмотреть на ее небольшой вольт, как она управляет хозяйством на 117 человек филигранно. Уровень счастья 96 процентов. Не офигеть ли? Ты меня тоже так вот перетаскиваешь из комнатки в комнатку, когда тебе надо? Одеваешь нужную одежду и назначаешь задания? Да. Интересно, они родственники. Музыка Немножко мусора из нашего дома. Грузовный пакет с листьями, еще один с листьями. Это картон, это пенопласт. Вот новая мебель. Немножко текстиля. В итоге вообще супер полный багажник. Еще чуть-чуть на заднем сиденье. Закрылся. Хорошо. Текстиль. В пакетах надо сдавать как-нибудь видео про то, как устроена вот эта вся сортировка. Текстиль. Недавно смотрела интересное видео как раз от нашего мусорозавода. Там всякая любопытная статистика и они рассказывают, что они потом делают. Вот эти пакеты мы уже много раз переиспользовали. Ай, наверное, еще переиспользуем. Я забыла наверху пластик выкинуть. Выкину уже просто возле дома тут немного. Все аккуратненько. Тут написано, что без дисков шины, а там шины с дисками. Так, а я между тем мчу назад, потому что я оставила Эвана плавать. Поехала вывозить мусор. Надо его еще успеть забрать. Ночью у нас до 15,5 градусов падает температура в комнате. Но в целом ничего сильно плохого при этом не происходит. Собаки в домиках, если что. Я с утра прихожу, они тепленькие, нормальные. Даже по отдельности спят, когда совсем холодно бывает. Они начинают спать вместе. А днем, когда мы приходим, уже включаем плиту. Греть начинаем. В общем, готовим кофе. В этот момент уже температура повышается в доме. Вот сейчас 2 градуса на улице. То есть без отопления совсем. Но при достаточно большом количестве людей в доме. У нас получается, что 15-16 градусов держит дом. Это энергоэффективность А у нас. Маффин. Маффин. Ты догулялся, да? Ты догулялся? За 3 секунды оказался тут. Прибежал. Да кто пришел? Маффин. 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 17. Я так три года не бегал. Думаю, умру. Андрей вышел на пробежку с нашим соседом. Голландцы очень серьезные. Он такой, ну да, я тут визинтрегируюсь. Как его зовут? И пахнет ли от него порошочком? Нет, не пахнет. Когда бы где-то был, я записал сразу. Я его слышал. Я уже на улице был. Если вам кажется, что у меня рука качается, это потому, что тут вот ситуация. Не влезают чувавы под кофточком. Возможно, он спас меня от смерти, потому что он предупредил, что он сказал, что сосед номер 6 бегает по 4.30, чтобы я, если вижу его, просто прыгал в канаву и не бегал с ним никогда. 4.30? Нет, 4.30 это 1 километр за 4 минуты 30 секунд. Да. Тембегом, если меряется минуту на километр. Вот Деловита сразу спросила, what's your face? Да, ну да, я все спрашиваю. Я бы сказал, что он завещал взять с собой веревочку. Так, крупным планом показываю, крашу ресницы, брови не крашу. Что-то мне не нравится темные брови. В последние пару лет был период, когда я должна ютьюбе с такими прям более четкими, более темными брови. Я не снимала, но что-то прям видят. Сейчас еще, кстати, они немножко потемнели, а летом у меня, мне кажется, вообще почти их видно не было из-за загара. Так, показывала единственную декоративную косметику, которую я сейчас пользуюсь. Это вот оксидант. Краску я использую вот такую. У меня еще есть вообще коричневая. Даже не увидела, открыта ли она. Мне кажется, возможно. Да, она даже у меня закрыта. Я что-то думала мешать черный с коричневым, но в итоге нет. Надо отдать коричневый. Сегодня как раз поеду с подружками встречаться. Может, кому-нибудь предложу из них. Ну, а так я вот развожу краску. Вся, конечно, не уходит, но где-то... Ну, в общем, капля краски, капля окислителя, ну, может, типа полторы капли. Вот. И наношу на глаза. Надо убедиться, что они нас взяли. Так, наверное, все. Значит, метрики в дашьборд просто ждут реализации. А заменить картинки давайте уберем уже или... Ничего. Андрей завтрак приготовил. Говорит, надо... Надо разминаться перед черногорским завтраком. День уборки! Горгей лестницу убирает. Робот уже убрал. Вот здесь вот сегодня хотим поставить елку. Между тем бегу разбирать постиранное. Так, это второе грязное. А это уже первое постиралось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пока я там внизу занималась вещами Гордеи и своими, девчонки уже разобрали то, что я вытащила из стиралки Киры с Катей. Сейчас мне тут надо вот еще с мелким разобраться. И ждем, пока следующая постирается партия. Так, у Киры тут все в порядке. Те вещи, которые влажные, мы пошире вешаем. На то время, пока они не высохнут. Остальные сдвигаем в сторону. Почему? Почему не делают гирлянды, которые первым делом включаются в нормальный режим вот этого спокойного свечения, чтобы не сначала бешеные мигания, а потом уже что-то на мой взгляд будет более приятное для глаза. Вот, все, Киры, висички сохнут. Теперь здесь пылесос у Кира будет работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА